Теперь называется как Exigen Service Латвия. В то время в руководстве компании был и Локенбах, который по информации интернет-портала Телеграф является, цитата, «человеком репшей» и был с ним с основания партии. Кроме того, Валдис Локенбах входит в комиссию по этике нового времени. Его избравили туда как раз на субботнем партсъезде. Тему продолжит Вита Еленина. Данные о доходах, суммы уплаченных налогов, персональные коды, информация о частных фирмах и рядовых налогоплательщиков. Вся эта информация уплыла из единой системы электронного декларирования в службе госдоходов. Данные просочились из дыры в системе. Она позволяла скачивать документы любому пользователю без авторизации. Нужно было просто указать адрес и номер документа. По некоторым данным, по этой схеме было скопировано более 7,5 миллионов документов. Ситуация чрезвычайная. Это очень серьезный случай, который был констатирован. В моем распоряжении есть информация, что дыра, через которую уплыли данные, сейчас залатана. Так что дальнейшая утечка информации нам не грозит. Неприятные случаи. И, во-первых, я хочу извиниться всем налогоплательщикам, что, может, их данные не довольно тщательно были охранены. Но я хочу сказать, что этот случай расследует государственная полиция. Также мы у себя тоже проводим внутреннюю проверку и постараемся сделать все, чтобы найти тех виновных, которые при этом причастны, чтобы они были наказаны. Кто это сделал? Главный вопрос сегодняшнего дня. Информация журналистам поступила от некой организации, которая называет себя Народной армией 4-й Атмады. По их информации, изъян в системе был оставлен по указу высокопоставленного сотрудника налоговой службы. Отстраненный глава службы госдоходов Дзинтерс Яконс отрицает такие данные. Он уверен, это борьба между IT-компаниями за место под солнцем. Компания-разработчик даты Exigen Group за систему получила финансирование в размере полтора миллиона флатов. Одно из моих предположений есть такое, чтобы привлечь внимание и, может быть, даже поменять IT-компанию в службе госдоходов. И если это так, то это, я думаю, что финические и, по-моему, криминально даже судимые вещи. То, что это хакерская атака, сомневается специалист в сфере информационных технологий Игорь Гордеев. Скорее всего, кто-то, у кого был доступ, воспользовался моментом. Скорее всего, что это инсайдерская информация. Один из разработчиков просто какой-нибудь программист, который об этом знал или сам был разработчиком. Может быть, что-то предлагал его как-то там на профессиональном уровне. Может, там предложение его посчитали несостоятельным или обидели, или уволили. Ну, таким образом просто посчитал отомстить. Если личные данные попадут в руки преступников, это может весьма печально кончиться для тех, чьи данные утекли из системы электронного декларирования. Сегодня в мире самый дорогой товар – это информация, да? И это тоже информация. И это можно предусматривать, рассматривать как товар. Рекетири могут использовать, увидеть, у кого сколько есть денег, значит, и можно сделать вывод, кого надо обворовать или кого надо там прижимать или так далее. А конкуренты могут это использовать для конкурентной борьбы с фирмами, безусловно, и так далее. Так что возможности, безусловно, есть. Это, конечно, очень скандальные факты, что в системе электронной декларации были обнаружены серьезные недостатки, это дыра в безопасности. И сейчас как служба госдоходов, так и министерство финансов проводит свои расследования. Также этим вопросом занимаются правоохранительные институции. Если уже в ближайшие дни СГД закончит свою проверку, в следующей неделе проверку закончит министерство финансов, тогда будет известно больше информации, какого рода была эта дыра и каким образом придется дальше действовать. В службе госдоходов проводятся внутренние проверки. Начато уголовное дело. Вита Еленина, ОТА, телекомпания ТВ5. Политики недоумевают, как в системе безопасности службы госдоходов могла образоваться дыра, через которую уплыли данные. По этому поводу будет создано внеочередное заседание парламентской комиссии по национальной безопасности. На ковер вызов отряд чиновников. Все подробности у Дмитрия Серостанова. Утечка информации из службы госдоходов указывает на то, что в государственной системе защиты данных явно что-то не так. Об этом говорят депутаты Сейма. Ситуацию на этой неделе изучит комиссия по национальной безопасности. Парламентарии не намерены выяснять, кто виноват в том, что документы выкрали. Их интересует следующее. Существовала опасность утечки данных, но никто из чиновников об этой угрозе Сейм не предупредил. Нас данный вопрос интересует с точки зрения госбезопасности в целом. Ни наша комиссия, ни какое бы то ни было другое учреждение, отвечающее за безопасность, не получали сигналов о том, что нечто подобное может произойти. Однако проблема вскрылась, и это говорит о том, что в государственной системе что-то не в порядке. Оппозиция называет случившееся продолжением политических игр министра финансов и экс-главы СГД Дзинтерса Яконса. Но сегодня более важно понять, может ли человек, подающий в службу госдоходов декларацию, быть уверенным в том, что его данные останутся в сохранности. Очень много вопросов могут возникнуть или проблемы у тех людей, которые передали в службу госдоходов свои данные, и они будут использованы для шантажа, для, например, коммерческую тайну. Коммерческий шпионаж прекрасна, хорошо оплачиваемая вещь. Поэтому комиссия по национальной безопасности будет рассматривать в размере неполитической. Здесь составляющие, а прежде всего мы должны убедить наших жителей Латвии о том, что система, которая, к сожалению, дала сбой, и в дальнейшем будет работать без всяких возможностей даже утечки информации. Еще одна сторона медали. Нынешний закон фактически никак не наказывает чиновника за халатность, по которой могла произойти утечка данных. Максимальное наказание, которое может грозить виновному, это два года лишения свободы, но при этом необходимо доказать, что оплошность была злонамеренной и повлекла за собой серьезные последствия. Оппозиция собирается закон ужесточить. Таким образом, фактически, даже за халатность нету нормы, нету санкции, наказания ни чиновников, ни тех, кто эту информацию распространяет. Я думаю, мы сейчас фракция запчел уже подала поправки к закону административных, кодекс административных нарушений с ужесточением санкций, да, и мы рассматриваем возможность подать уголовному закону для того, чтобы ввести и халатность, и увеличить, как бы, санкции. Это показывает, что порядок нет, и поэтому мы тоже будем в своей фракции это случай обсуждать. Я считаю, что здесь надо парламентарную комиссию, которая исследовала все, и раньше мы уже говорили, что надо изменение закону по волосно, по государственной тайне, да, и я думаю, здесь серьезно надо поработать. О том, что кража документов СГД указывает на серьезную проблему, говорят представители всех фракций. Депутаты сходятся во мнении, законодательство необходимо менять. Некоторые при этом отмечают, случилось то, что уже давно должно было случиться. Утечка данных – актуальная проблема 21 века, которой в Латвии внимания почему-то совсем не уделяли. Продолжение следует...